Ситуация по погашению задолженности управляющими компаниями перед ресурсоснабжающей организацией стоит на строгом контроле у администрации района. Управляющая компания еженедельно предоставляет отчеты по финансовой деятельности, отчитывается и ресурсоснабжающая организация. Ситуация по расчетам за газ у организаций предприятий в целом Баладонского района складывается очень сложно. Цифры задолженности за приводный газ у организации в следующем. Общее количество, общая сумма задолженности до состояния на 5 апреля предприятий муниципальных котельных и смешанных котельных, имеется в виду теплотеха, за оттруженный топливом газ составляет 99 миллионов 116 тысяч рублей. Из них выплатят 22 миллиона 410. Муниципальные предприятия, электрические сети 57 миллионов 116 тысяч рублей. То есть, как мы видим, сумма задолженности очень большая. Сумма задолженности действительно большая. На сегодняшний день заключено соглашение СОО «Тверь-Межрегионгазгазпром», которое лежит на подтверждении в Центральном офисе в Москве. В нем говорится о временных рамках погашения долга. В случае неуплаты компания будет вынуждена идти на крайние меры. У электросети возникли проблемы с долгами из-за недоплаты по счетам, которые были выставлены управляющими компаниями. Управляющие компании пытаются гасить долги перед МУП электросети. Еще одна причина роста долгов – разный расчет начисления за водоснабжение. Большинство домов платят по счетчику, но есть и такие, где они не установлены. В домах с приборами учета население платит за отопление только в отопительный сезон. А где их нет, оплата поделена на 12 месяцев и начисляется строго по тарифу. Как видно из отчетов руководителя управляющих компаний, самый большой долг у УК – за ОВИКОН. Он составляет более 12 миллионов рублей. Руководитель УК Валерий Птюхин снова не явился на совещание. Принято решение назначить ему отдельную встречу. Много проблем доставляет и ООО «Теплотехник». С начала этого года данная организация не произвела оплату за газ. Как отметил Михаил Новожилов, с приходом конкурсного управляющего ситуация только ухудшилась. У УК не поступило ни копейки. Вот данные свежие, которые идут газом, значит, оплата с начала года по теплотехнику стоит в долг у нас. То есть, вот этот вопрос очень настораживает. То есть, буквально сегодня мы продолжим с этим вопросом разбираться. Разговариваете с развлеками, станете известно, что все-таки, хоть и я не случайно, но в номерах платежек и так далее, это будет пропасть у нас запрашивания. То есть, не улучшилась пока ситуация. По словам большинства руководителей управляющих компаний, согласно графикам погашения задолженности, до конца сентября все долги будут погашены. Хочется надеяться, что так и произойдет, ведь в их интересах расквитаться с долгами как можно быстрее. Радует и то, что у руководителей УК есть понимание всей ситуации, и они идут на контакт с администрацией района, которая в свою очередь помогает в разрешении данной проблемы. Сейчас я анализирую совещание, которое у нас два года назад проходили. Если кто-то не помнит, не помню, когда у нас были воины белозеленых компетенций. Поэтому сегодняшняя ситуация, видно, что она уже поставлена в рабочее русло, намечена будет положительный динамик. Единственное, что я хочу пожелать, с учетом хорошей ситуации, конечно, здесь вообще в целом, на федеральном уровне, региональном, раздуто, управляющей компанией вокруг системы. Поэтому с отформой, которая сегодня выбрана, она сегодня оптимальна, с участием прокурора района, начальника органов внутренних дел. Поэтому ваша деятельность, она в отношении граждан, должна быть каждый день все более прозрачной, более понятной и доступной. Поэтому здесь желание одно – не прятаться, не уходить. Если какие-то проблемы, лучше заранее, наперед, обозначать. Поэтому желаю вам, что самое лучшее, ну и дальше придерживаться по конструктивному диалогу. Совещания такого рода будут проводиться каждую неделю. Ситуация стала уже критической и требует большого внимания и правильного решения. Следующий отопительный сезон не так далек, как кажется, и сейчас нужно бросить все силы, чтобы войти в него вовремя.